Президент Сосамбо, 70 Ренат Лайшев, отметил, что история с допингом фигуристки Камилы Валиевой является выдумкой. Ранее спортсменка была дисквалифицирована на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Вся эта ситуация – это выдумка и вранье в адрес Валиевой. Скорее всего, ей дали указание признать вину, чтобы смягчить наказание. Весь Запад – это обманщики и вруны. С ними лучше не иметь дел. Сегодня мы видим их истинное лицо, которое прятали за маской. Это было сделано. Чтобы санкции не затронули Этери Тутберидзе? Я не хочу вдаваться в эти дебри. Не знаю. Мы пытаемся узнать правду, но для этого нужно быть внутри Федерации спорта. Я не хочу касаться этого вопроса. Важно сосредоточиться на том, что... Самое главное – мы должны любить и защищать наших спортсменов. То, что они делают для любителей спорта – это источник радости и гордости, и мы должны ждать наших побед, заявил Лайшев. Главный директор российского антидопингового агентства «Русада» Вероника Логинова выразила готовность предоставить содействие Всемирному антидопинговому агентству World Anti-Doping Agency в проведении расследования в отношении фигуристки Камилы Валиевой. World Anti-Doping Agency выразила намерение возможного возобновления расследования после полного ознакомления с решением спортивного арбитражного суда, СИЕС. Мы готовы предоставить им необходимую поддержку в рамках наших компетенций и возможностей. В ходе предыдущего расследования «Русада» не вызвала никаких нареканий. Все шаги были предприняты с учетом рекомендаций World Anti-Doping Agency и лучших практик, ведущих антидопинговых организаций, отметила Логинова в интервью РИА Новости. Спортивный арбитражный суд СИЕС 29 января дисквалифицировал Камилу Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил, начиная с 25 декабря 2021 года. Все достижения и результаты фигуристки, полученные после этой даты, были аннулированы. Продолжение следует...